Дональд Трамп выступил против законопроекта Сената о внешней помощи, заявив, что США должны прекратить оказание помощи другим странам, пишет The Hill. Они хотят дать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам. 100 миллиардов. Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не 100 миллиардов долларов, а дайте им их как в суду, сказал бывший президент на митинге в Южной Каролине. И добавил, что США никогда больше не должны давать деньги без надежды на возврат или обязательность. Как читать вот это заявление, что, значит, хватит раздавать деньги просто так, давайте в долг. Про проценты, правда, не сказал Дональд Трамп. Ну, это впоследовательно весьма, и в политике Трампа абсолютно в нее вписывается. Значит, во-первых, это не остановило Сенат. Как мы знаем, уже было два голосования по этому законопроекту, оба прошли в плюс. 17, по-моему, сенаторов-республиканцев проголосовали за этот законопроект вчера, буквально в воскресенье. То есть даже в выходной все это произошло. И есть хорошие шансы, что завтра, во вторник, состоится уже финальное голосование в Сенате. Это шансы, на 100% сказать не могу. И что Сенат это примет, хорошие шансы. Потому что там уже нужно всего лишь 50 голосов. До этого нужно было 60 в предыдущих голосованиях, а сейчас нужно будет 50 голосов. Поэтому Трамп не помешал этому решению. Но вот как раз в этом заявлении Трампа нет ничего нового, оно очевидное, оно полностью вписывается в трампизм. Трампизм, как это? Марксизм-ленинизм был такой, а это трампизм-изоляционизм. Ну что поделать? Вот трампизм-изоляционизм, это такое движение, за которое, в том числе, как мы видим, в Америке люди готовы голосовать. Они проголосовали за это в 2016 году, за трампизм-изоляционизм. И сейчас есть достаточно большой процент людей, готовых голосовать за трампизм-изоляционизм. И мы не знаем, чем закончатся выборы 5 ноября нынешнего года. Могут они закончиться победой Трампа, который будет использовать вот такой подход. Вполне, да, почему нет? Но он имеет право. И как и американцы имеют право действительно сказать, мы теперь живем по-другому. У нас теперь другая страна, мы больше не хотим быть мировым лидером. Мы слагаем с себя ответственность за то, что мы главная страна в мире. Мы отказываемся от того, что пост президент США – это главный пост в мировой политике. Мы добровольно отдаем лидерство либо Китаю, либо Европе. Разбирайтесь, кто возьмет, Китай или Европа. Ну, пока Европа заявила, что заявляет, по крайней мере, пока на словах и на каких-то в начале славных дел, Европа воскресает, вы же видите, на глазах прямо. Воскресает на глазах. И Шольц такой встает и говорит, подождите, мы, я готов быть лидером. Мы, Германия, готовы быть лидером. Кстати, в Германии большинство пока против этого. Прямо в Германии по опросу большинство против того, чтобы Германия была военным лидером Европы. Да, прямо там какое-то подавляющее большинство против. Я не вспомню сейчас цифру. Но это пока не важно, потому что пока есть Шольц, который так говорит, пока есть там Писториус, который, возможно, заменит Шольц, и который тоже то же самое говорит. Пока они открывают, буквально сегодня они открыли новый завод, господи, хотел сказать, Рамштайна, но, конечно, не Рамштайн, а Рейн Металла. Новый снарядный завод открыли сегодня, они заложили там какие-то камни, которые к концу года будут производить 200 тысяч снарядов в год. Вот. И это новый завод вообще вот с нуля. Значит, они готовы становиться этими лидерами. В Европе по ВВП Евросоюз не меньше, чем США. Поэтому, в принципе, при желании, при нормальном каком-то ходе вещей, если Европа примет такое решение политическое, то почему бы Европе не заменить США на мировом рынке оружия и в качестве мирового, ну, извините за выражение, мирового жандарма, да, Европа может это сделать? Может, как-то же она до этого была, до того, как США захватила эту роль, там, после Первой мировой, наверное, плохо в истории, ну, в те времена какие-то США, скажем, переняла эту роль у Европы, постепенно начала перенимать. Так а почему бы Европе этим не заняться? У Европы все есть, промышленный потенциал есть, все есть, IT-технологии пока еще страдают. Ну, я думаю, что если Америка сама себя изоляционирует, так переманить большие международные IT-компании в Европу, в общем, не составит труда. Им-то что, переехать? Им же не надо ничего, даже стул с собой забирать не надо. Просто сядут, перелетят через океаны, начнут работать здесь, и будет у нас не Силиконовая долина, а долина Луары будет вместо этого. Это вполне реалистичный план. Поэтому, да, Трамп может, если американцы выберут такой путь, Трамп может Америку на него свернуть, это правда. Вопрос, кто станет новым лидером, Китай или Европа? Заглянем там, что там происходит в России. Там бывшие наемники ЧВК Вагнера, ветераны из организации «Боевое братство» провели урок мужества. В школе номер 31, видите, мы по школам, по номерам, пошли в Улан-Удэ для учащихся восьмых-девятых классов и кадетов-шестиклассников. Об этом сообщает издание «Люди Байкала». Один из гостей этих, так называемых, на протяжении урока мужества, тоже все в кавычках, не снимал балаклаву. Ну, тут, наверное, ирония в том, что это настолько мужественный, что показать лицо побоялся. Еще двое маски, которые закрывали нижнюю половину лица. О том, что выступавшие перед школьниками участники СВО воевали в составе ЧВК Вагнера, в сообщении школы не говорится. Однако, значит, обращают внимание журналисты, что на фотографии с этого урока у некоторых на форме были шевроны ЧВК. Кроме того, они принесли в школу флаг с надписью «Ничего личного нам заплатили группа Вагнера». Прям такая фотография, и они стоят на растяжке, этот флаг, я думал, где-то мелко, но мне вот так огромные буквы написаны «Ничего личного нам заплатили». И для меня это какая-то дичь, конечно, кроме того, что такие герои-перегерои приходят с закрытыми лицами, боясь, я не знаю кого, преследования в мире, они поедут где-то отдыхать, их найдут, в Турции где-то отравят коктейлем, или школьники их потом найдут. Ну и вот эта фраза, конечно, «Ничего личного нам заплатили», еще раз как бы перечеркивает весь какой-то псевдогероизм и отверженность, которую они должны были преподносить на этом уроке, рассказывая там, бить копытом в грудь, но нет ничего личного, им заплатили. И тут интересно, смогут ли в России это масштабировать, это было бы хорошим для нас сигналом и достижением, если бы россияне реально это масштабировали. В чем идея? Вот они начинали, например, с того, что в начале войны, где-то в марте месяце 22 года, они, например, провели в Большом театре в Москве вот это мероприятие в поддержку войны. И собирали деньги, они провели там балет «Спартак» и собирали деньги на помощь бойцам там на фронте и так далее. Тот самый балет «Спартак», который посетил потом Такер Карлсон. Думаю, это не случайно выбран был балет «Спартак», потому что получилось, что он как бы поддержал войну Такер Карлсон. И они потом смогли это масштабировать. В Москве десятки театров, если не сотни, по-моему, даже сотни театров в Москве, по-моему, сотни, потому что я знаю, что театров в Москве до войны было больше, чем кинотеатров. И они смогли это сделать так, что в каждом театре теперь в обязательном порядке приводят ветеранов, ветеранов выводят на сцену, ветеранов войны нашей. Тоже в балаклавах, там все такое, все эти художественные руководители с ними фотографируются, собирают деньги в их пользу. Это просто все театры. Нет других театров сегодня в России. А вот школы, где вы рассказываете этот случай, да, случаи-то есть такие, их много достаточно случаев. Но ведь пока не в каждой школе это еще произошло, это пока мы выцепляем как некий случай. А вот сейчас Государственная Дума Российской Федерации рассматривает буквально сегодня-завтра новый закон о том, чтобы 24 февраля праздновалось в Российской Федерации как день начала войны против Украины. И праздновалось именно в школах, чтобы ветераны пришли в школы 24 февраля. Тут есть, конечно, символизм один очень такой интересный для меня. 9 мая, когда я учился в советской школе, правда, не в 2-3-9, до этого, когда учился, попроще была школа. К нам 9 мая приводили ветеранов в обязательном порядке, это же было как положено. А мы были должны читать им стихи про 286-ю Ленинградскую краснознаменную стрелковую дивизию. Ну, это правда, значит. Нам приводили этих ветеранов, они там что-то рассказывали. Приводили их 9 мая, который назывался «Как день победы?» Это вот воины-победители, они приходили и сказали, как они победили фашизм. А теперь им будут приводить ветеранов в день начала войны, не конца. Да, то есть не те, которые победили, а те, кто развязал войну. Вот ведь как удивительно, да, удивительно. Это даже противоречит словам Путина, кстати, который в этом интервью Карлоса. Он говорит, нет, мы не начинали войну. Война началась в 2014 году, ее начала Украина, мы ничего не начинали. А что тогда случилось в 24 феврале? А подождите, а почему вы там празднуете-то? Вот мне интересно, смогут, правда, это важно, смогут ли они масштабировать так, сколько в России школ? Я боюсь сказать, но школ в России там, ну, наверное, десятки тысяч-то точно, правильно? Наверное, сотни тысяч школ, ну, десятки тысяч точно. Им же нужно на каждую найти по ветерану. Это же как бы серьезная задача. Вот смогут они это сделать или не смогут вообще? Ну, еще одна интересность. Значит, россияне собрали на оккупированной части Донеччины так называемый «Царь-поезд», который состоит из более двух тысяч вагонов и тянется аж на 30 километров. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект «Дип-стейт». Сплошная конструкция из товарных вагонов, расположенная на железнодорожной ветке, тянущейся от поселка Еленовка до Волновахи. 2100 вагонов, из которых состоит вот этот поезд, начали свозить в июле 23-го года. Вероятно, для использования, для использования те вагоны, которые были украдены россиянами на оккупированных территориях Украины. Это является очень специфическим инженерным сооружением, эффективность которого оценить сложно, задумка понятна, препятствие для продвижения сил обороны. Его вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую преграду без пробития коридора невозможно, пишет «Дип-стейт». Видите, в мире хвастаются самым высоким небоскребом или еще какими-то достижениями техники, архитектуры. Россияне собрали вагоны в 30-километровый паровозик. В России был, вот это называется «Царь-поезд», по аналогии с «Царь-пушкой» и «Царь-колокол». Но про «Царь-пушку» и «Царь-колокол», которые установлены на сегодняшний день внутри Кремля, я помню, во время экскурсии по Кремлю рассказывают всего одну вещь, что «Царь-пушка» никогда в жизни не стреляла, а «Царь-колокол» никогда в жизни не звонил, потому что «Царь-колокол» раскололся, когда его сделали, а «Царь-пушка», я уж не помню, почему она никогда тоже в жизни не стреляла, потому что выяснилось, что она просто ее разорвет на куски, насколько я понимаю, если из нее попытаться выстрелить из-за слишком большого там калибра. Вот, поэтому «Царь-поезд» никуда уже не поедет, вот это очень важно. А если серьезно, то действительно это говорит о том, что у них все плохо. Мы очень часто жалуемся на то, и справедливо жалуемся, действительно, насколько трудно у нас на фронте, я сейчас не про военных, военных-то понятно, что трудно, со снабжением, вот там, с вооружениями, не хватает снарядов, не хватает много чего, я уверен, что это все правда, так и есть, что не успеваем мы производить дроны, там, и еще что-то. Но, если бы у России все было хорошо со снабжением, им бы не понадобился ни «Царь-поезд», им бы не понадобилось, как вот сегодня писала кто-то из западных изданий, чуть ли не «Волл-стрит-джорнал», статью про то, что якобы они наняли 15 тысяч непальцев на фронт, что вроде не подтверждает, не находят никаких подтверждений, потому что это ссылка на кого-то бывший министр иностранных дел «Непала», по факту там сотни каких-то непальцев. Не понадобились бы им непальцы, если бы у них было, как они рассказывают, рассказывают неограниченный мобилизационный ресурс. Нахрена им вести непальцев по 2000 долларов, потом сначала надо билет купить, который по-русски не говорят, им ничего не прикажешь. И поезд бы им, чудо-поезд, не понадобился, если бы они могли, имели возможность построить фортификационные сооружения. Значит, у них с этим сложности. Это хорошая новость. Это означает, что не только у нас все не очень хорошо, но и у них все, мягко говоря, не очень хорошо. А значит, мы на равных с вохорами нынче все ушли на фронт. Ну, это ладно, это песня. А так значит, что когда мы говорим, что у нас что-то плохо, не надо думать, что у нас катастрофа, надо думать, что у врага-то тоже, в общем, вообще не фонтан. Про непальцев, да, читал сегодня, СНН я видел, сообщал об этом. Не верите, да, в цифру в 14-15 тысяч? Нет, это было бы очень заметно. Во-первых, мы бы это просто увидели визуально. Но сколько мы видим, как сбрасывают наши с дронов, там, бомбы на солдат, мы бы непальцев сразу идентифицировали, а мы их не идентифицировали. Мы уже более-менее настолько крупно все различаем, мы жлиться, людей видим. Мы бы видели непальцев. Дальше убитые непальцы. Наши отчитались, по-моему, про 6 или 7 убитых непальцев всего. Ну, была такая история. Потом вот это издание российское, которое антивоенное, в смысле, издание, имеется в виду, оппозиционное, оно нарыло статистику ФСБ по пересечению границы непальцами с начала войны. И если до войны, за 2021 год, из Непала приехало 27 туристов, 27 человек туристами в Россию, то действительно в прошлом году приехало уже около тысячи из них 700 в декабре. Но это тысячи, это не 15 тысяч. То есть их привозят под виду туристов, потом нанимают за 2000 долларов. И вот я не верю, что можно вот это масштабировать. Это тот случай, когда масштабировать почти невозможно. Эти люди не говорят ни на каком языке, а россияне тоже не говорят ни на каком языке. Это не то, что можно непальцы по-английски и российские командиры по-английски. Нет. В России никто по-английски не говорит, ну, из тех, кто воюет на фронте. О Непальце, ну, на непальском тоже никто не говорит. Это будет практически неуправляемое что-то. Несколько вопросов от зрителей. Друзья, пишите в комментариях. Вот под анонсом я прочитал вот такие, передаю Михаилу. Возможно ли реформировать ООН? Израилетяне смогут их дожать? До словно. Значит, израильтяне не смогут реформировать ООН, безусловно. Потому что у Израиля очень малый вес в ООН, собственно, никакого практически веса, и сторонников очень мало в ООН. И когда идет голосование по какому-нибудь антиизраильскому решению, то я помню, что обычно, в трудные времена для Израиля, его поддерживают две страны, США и Микронезия. Вот это правда, да? США накладывает вето, и еще Микронезия голосует за. Все. В особо сложный момент. Поэтому Израиль не имеет веса в ООН. Наоборот, ООН является по большому счету, хотя ООН и создало когда-то Израиль юридически, но ООН по большому счету сейчас мешает жить Израилю. И даже вот простая история, простая, когда обнаружили огромный там, под зданием ООН обнаружили туннели Хамаса, которые запитывались от электроэнергии из здания ООН в Газе. А среди напавших 7 октября на Израиль и убивших кучу израильтян и уведших заложников в Газу процентов сколько-то, причем не один, не два и не десять, а больше, были сотрудники ООН. Прямо сотрудники ООН. Ну, потому что их же нанимают из числа хамасовцев, этих сотрудников ООН. Поэтому Израиль не может реформировать ООН. Есть ли шанс у мира реформировать ООН? В долгую, да, конечно, обязательно в тот момент, когда придется миру, ну, обязательно в порядке придется строить новую систему мировой безопасности после того, как эта вся война закончится, не только наша, не Украина-российская, вся вот эта нынешняя, давайте пока условно назовем третья мировая война закончится, придется создавать новую систему коллективной безопасности, которая будет как-то называться. Может быть, она будет называться ООН. Следующий вопрос от зрителя. Почему россиян устраивает президент-психопат-шизофреник? Он уже не устраивает уже. Большинство уже не устраивает. И просто негде сказать об этом. Вот справедливо рассказывал Абаз Голямов, российский политтехнолог, почему не допустили Надеждина к выборам. Казалось бы, Надеждин, ну уж кто, ну уж какой, ну уж абсолютно там вегетарианский противник Путина. Человек, который выпускали на федеральные каналы всю войну. Вот на федеральные каналы мы его пускаем, а значит на выборы мы его не пускаем. Ну смешно, да? А потому что они увидели катастрофу, масштаб катастрофы приближающийся. Вот я сам, естественно, не располагаю социологию Абаз Голямов в большей степени располагает, внутри российской. И он рассказал про вот такой эффект. Эффект такой я в разных странах мира наблюдал. Это эффект, когда накануне выборов за месяц может полностью поменяться картина. И она начала меняться. Вот стало понятно, что уже 80 на 20 в пользу как бы Путина. И сказал Голямов, что за месяц ровно стало бы наоборот. Вот за месяц бы они поменялись местами. Если бы взять и провести выборы. Я в это готов поверить, потому что не раз такие явления наблюдал. Вот это обвало какого-то. Когда людям просто сказали бы, что да, можно быть против Путина и можно прийти просто проголосовать. Это явление мы наблюдали в Беларуси 2020 год, когда Лукашенко, который правил вечно и был вечным президентом Беларуси, вдруг на выборах набрал 30%. 30 против домохозяйки первой попавшейся, давайте честно скажем, на тот момент домохозяйки Светланы Тихомовской, которая набрала 70, а Лукашенко 30. Вот то же самое было бы с Путиным. Поэтому нет, их не устраивает такой президент. Их устраивает тот президент, который у них Путин, который был в 2000 году, им нравится. И в 2004, который был, им нравится. И в 2008, наверное, им еще нравится тот Путин, который был тогда. Он их устраивает подавляющее большинство. А вот этот уже не устраивает. Но что они могут с этим сделать? Я уверен, что когда... Ну, они не смотрели интервью Карлсона Таккера, потому что он звучал по-английски. Но я уверен, что когда они смотрят интервью, многие куски выступления Путина в программе «Время», им стыдно за то, что у них такой президент. Очень часто бывает стыдно. Да, понятно, что у него есть хардкор, там 20-30% тех, кто по-настоящему за него. Но это люди такого старшего, старого даже поколения. А я уверен, что людям, которые хоть как-то критично относятся, хоть как к чему-то, стыдно за этого Путина. Они, может быть, не против, кстати, войны. Они, может быть, не против Российской Федерации, имперского устройства и хотят захватить соседние страны. Но вот этот вздорный старик им явно неинтересен. Еще один информационный блок. Мы начинали с вами, получается, две недели назад наш эфир с слухов тогда. Слухов об отставке заложного. И почти две недели страна жила, обсуждая эту информацию. Отставка, не отставка. Сам написал или нет. И слухи, домысла или правда. И вот такой финалом слухов венцом стала информация в четверг прошлый. Сам Валерий Федорович и Владимир Александрович выложили фотографии. И затем появились указы на сайте президента о том, что у нас новый главком, новый главнокомандующий. И, соответственно, вот с четверга начала появляться информация о новых людях, о новых лицах, которые будут составлять новое и уже составляют новое командование сил обороны Украины. Это не совсем новые лица, поскольку все они в предыдущие годы являются участниками обороны Украины, защиты. И не только с 1922 года, с 1914 года, когда война началась, АТО, называли ее тогда или ООС потом. И вот о некоторых этих лицах я хочу рассказать в краткой такой справке для того, чтобы просто озвучить фамилии, которые будут теперь в информационном потоке, в новостях о том или ином событии на нашем фронте. Я вот коротко в такой порядке справки на фамилиях, чем будет заниматься, и если какие-то, может, отдельные, значит, отличия, знаки отличия есть у них. Например, полковник Вадим Сухаревский в должности заместителя главкома будет отвечать за беспилотные системы. Мы помним, что отдельная, значит, ветвь сил обороны будет, об этом сказал президент Украины. Прям громко об этом заявлено, и большие ставки на это делаются, да и хорошие результаты показывает БПЛА. Значит, летающие, значит, дроны морские и подводные. Значит, Сухаревский был командир 59-й МБПР. Морпех в Берегово есть улица, названная в его честь. А в июне 22-го Сухаревский получил звание Герой Украины и Орден Золотая Звезда. Игорь Скибюк назначен командующим десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины, бригадный генерал, Герой Украины, Орден Богдана Хмельницкого, 3-й и 2-й степени. Боргилевич Анатолий назначен начальником генерального штаба вместо Шепталы. Пишут, что в начале полномасштабного российского вторжения Боргилевич возглавлял оборону сектора номер один, обороны Киева, на Гастомельском направлении и не допустил прорыв врага в столицу с востока, Орден Богдана Хмельницкого, 3-й и 2-й степени, Орден Данила Галицкого. Павлюк Александр назначен командующим сухопутными войсками в начале полномасштабного вторжения, будучи в должности командующего ООС, руководил обороной населенных пунктов на востоке Украины, а 15 марта 22-го был назначен главой Киевской областной военной администрации. Бригадный генерал Владимир Горбатюк, замначальника Генштаба вооруженных сил, отвечает за оперативную работу деятельности штабов, планирование управления, награжден Орденом Богдана Хмельницкого, 3-й степени. Бригадный генерал Михаил Дропатый, замначальника Генштаба по подготовке, народный герой Украины, полный рыцарь Орденов Богдана Хмельницкого, награжден крестом военных заслуг. И генерал-лейтенант Юрий Содель назначен командующим объединенными силами вооруженных сил Украины. Вот такая короткая справка. И хочется, не знаю, искренне пожелать всей команде, ну, я про Сырского отдельно не сказал, я думаю, что про него наш зритель хорошо уже знает, пожелать им сил, конечно, и победы всем нам. Вот такая, если коротко. Ну да, что я могу добавить? Ничего не могу добавить. Я думаю, что раз такое массовое изменение, то есть это не меняли одного человека, это меняли всю систему управления нашей армией, всю систему управления нашей армией, а всю систему управления армией меняют только в одной ситуации, когда изменяются задачи армии, ну, по-другому-то чего, значит, какие-то совершенно новые задачи. А раз задачи меняются, то мы с вами в течение ближайших, ну, если не недель, то пары месяцев, я уверен, что мы это прямо увидим физически, что произошло. Иначе бы не стоило все это затевать. Я думаю, что раз Зеленский решился на такое, это было ему очень сложно, я думаю, потому что это огромный риск для него, для его, опять-таки, системы уже управления государственной, и огромный риск там не только для рейтинга, а в принципе, ну, по-человечески, это большой риск очень. И вот на это рискованное решение он мог войти только ради каких-то больших целей, больших задач, которые он видит, вот он считает, что новая команда их решит. Вот давайте мы их увидим. Нам сейчас никто заранее про это не расскажет, мне кажется. Если только вы не были на тайной встрече Зеленского с журналистами, Василий, я просто не буду вас пытать в этом вопросе. Не был, не был, не был. Я знаю, 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 но не. Вот. Ну, я думаю, что нам не скажут. И, в общем, Залужный говорил, что не надо говорить, что не надо рассказывать нам планы военные, иначе ничего не получится. Но вот если мы в ближайшие месяцы, я не буду брать срок какой-то, месяцы, не увидим чего-то визуально заметного, то, значит, все было зря, все эти изменения. А если увидим, значит, мы узнаем, ради чего они были. Ну, и еще короткая информация, такая, скорее, ну, не на правах рекламы, конечно. Значит, по словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию, образованию, науке и технологии, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников дальнего действия. Они смогут нанести удары по глубокому тылу в России. Об этом он сказал в интервью Reuters. Федоров отметил, в Украине есть 10 компаний, производящих БПЛА, которые смогут долететь до Москвы и Петербурга. Рост категории беспилотников, камикадзе, дальнего радиуса действия 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало вообще, сказал Федоров. Ну, вот так вот, значит. Пока, да, мы понимаем, что это анонс, тем не менее, такой анонс позитивный. Значит, пока западные страны, наши партнеры, против использования западного оружия по территории Российской Федерации по военным объектам там, ну, значит, вот Федоров говорит, изготовим то, чем будем бить. Ну, у нас в этом году по плану миллион же беспилотников в целом, да. Приятно, что еще и вот такие будут крутые. Всегда приятно, когда мы атакуем что-нибудь такое. Такое, далекое, да. Далекое, но столь нам уже ставшее близким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok